здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светлана лоди сад видео про петунью 1 прищипка петуньи посевы январь начало и конец месяца и вот уже пришла пора 1 прищипки даже я уже опоздала вот об этом сегодня видео напоминаю вам всем что есть плейлист петунья сезон 2022 и в этом плейлисте вы найдете все видео вот пошагово что называется от посева семян ну и дальше идет все мероприятия которые необходимо сделать с петуньями но сейчас уже пришло время прищипки время уже пришло во всю потому что вот такие петуньи я вообще терпеть не могу что называется вот такие нужно ли можно ли прищипывать ну вот этот центральный стебель это основной вопрос прищипки петуньи все что мы прищипываем остальное то есть все боковые побеги уже многие поняли а вот с центральным стеблем многие не знают что делать потому что информация противоречивая кто-то этого вообще никогда не делает и не прищипывает кто-то делает спорят между собой ну и так далее что скажу я как я делаю я прищипываю центральный стебель у всех петуньи и ну результат нормальный получается никакой уж такой лысой середины про которую многие говорят и потом уже садоводы боятся цветоводы ну не получается ну нет такого чтобы знаете середина горшка была совершенно пустая а только ну уже свисающие плети цвели если вы будете на этом этапе и еще дальше постоянно петунью формировать все будет прекрасно если мы прищипываем центральный побег то рядом с ним пойдет еще очень много побегов которые и заполонят нам середину тем более мы и их сделаем прищипку и они еще дадут и получается все нормально даже у такой серии петуньи как тайдалы или торнадо или тайфуны даже у них я прищипываю центральный стебель хотя многие боятся это делать ну давайте теперь опущу камеру и посмотрим как это делать многие кстати говоря когда видят вот такие ножницы меня спрашивают где купила есть видео всякие разные вот это фискарс это итальянская серия я вам показывал неоднократно ведь но у меня не рабочие вот это и другая серия работают великолепно остренькие ножнички но честно честно это очень нужный инструмент можно делать и руками можно делать обычными ножницами ну только выбирайте ножницы у которых такие вот коротенькие лезвия вот думается что такого но это важно просто если выбрать вот такие ножницы ну какие-то длинные честное слово можно отмахнуть лишнего а потом получается что очень жалко и люди расстраиваться поэтому дорогие друзья даже вот выбрать что правильный инструмент это тоже важно ну смотрим что тут у меня и как растет ну вот питуньи посев 10 января вот кто-то уже и подтянулся почему потому что тесновато вот по идее питунька уже должна быть расставлены так чтобы листьями не соприкасалась друг другу но это везде написано это везде сказано таких условий я пока дать не могу мне еще необходимо потерпеть март месяц ну как по погоде будет да а в апреле я уже перееду в теплицу ну что и осталось буквально недельки три потерпим что делать потерпим для того чтобы все это правильно сформировать придется доставать почти каждое растение ну что в первую подкормку корневой делали корневая нормально даже уже немножечко завивается кольцо потерплю еще не полностью заполонила корнями уж так еще есть питание потерплю вот смотрите сделать бы это чуть чуть пораньше было бы лучше но на других покажу а сейчас вот весь этот жир я вот так сейчас отрежу вот и вот смотрите даже сейчас уже видно ну кто еще до конца не понял вот видите череночек побег вот побег они опять вырастут длинными большими я их уже не буду вот как сейчас переращивать я их тоже подстригу после 2 3 пар настоящих листиков и они снова мне дадут побеги поэтому вот это место которое все боятся будет полностью заполнено тем более вот смотрите здесь уже пошла боковушечка и я тоже сейчас у этой боковушечки прищипну пальцами потому что неудобно одной рукой держать вот видите и поэтому пойдет и отсюда и вот здесь пойдут сейчас побеги вот этот еще маловат пусть чуть-чуть подрастет да и этот маловат то есть сегодня пока идет первая прищипка давайте это один один сорт посмотреть какая ну разница в росте разница в росте вот например ну номер восемь и номер десять образно говоря да и здесь я уже делала прищипку чуть раньше видите как она пошла поэтому сейчас я буду уже вот тут вот делать прищипку уже боковушечка вот о чем и говорила что вот эти боковушечки они уже заполонят серединку и сейчас еще пойдут вот здесь только боковушки вот такой ну кого еще показать какой-нибудь другой сорт давайте теперь ну как надо сделать вот прищипку центрального стебля лучше конечно делать когда видите побег еще не перерос ну вот например как вот этот разница большая я думаю вы видите да разница большая лучше вот такого не допускать как я не успела а вот здесь сделать вот такую обрезочку вот центрального стебля ну и даже уже здесь боковушечку одну прищипну и потом я вам сниму попозже видео и покажу как они начнут куститься особенно когда их вот так хотя бы расставить вот на таком расстоянии друг с другом вот так бы расставить тогда освещение бы было более равномерно никто бы не тянулся и конечно питунька выглядела бы значительно лучше ну что делать вот корневая главное проверяем всегда корневая хорошая дырочка есть ничего еще пока потерпят питание еще хватит ну и вот так вот чикаем знаю что некоторые так не делают боятся и посыл присылают фотографии уже ну сильно сильно такими разросшимися в разные стороны растениями видите какие одних больше развиваются другие меньше и у этой я тоже сейчас отщипну серединку а есть еще и вообще вот такой чего ему не хватает а кто знает чего ему не хватает если он стоит в том же корыце что и другой можно в этот в это время подсыпать немножечко земли если у вас питунька ну как-то просела вот видите как переросли все видно сорт такой ну вот а потом вторую пройду уже сделаю прищипку когда вот эти все боковые побеги сильно нарастут ну вот здесь например видите здесь уже и боковушку отщипнем ну я думаю что все это понятно и никогда не бойтесь резать питунью вот никогда не бойтесь от благодарят даже многие растения кстати говоря те которые вы вроде как раньше и не резали и не знали от благодарят вас тут будут только лучше ну дорогие друзья сделала прищупка всем кроме вот этим питунькам потому что это питуньки которые я посеяла в феврале вот это февральские еще необходимо их подтянуть и потом сделать только прищипку от одно растение только было побольше сделала поэтому они еще подождут ну а сейчас на примере питуньки которая экспериментальная моя питунька от партнера вот смотрите здесь уже сделано много прищипок от партнера вот такие растения большие да но не говорит о том что я ее не прищипываю вот в таких она горшочка вчера вынимала еще не до конца все заполонила и что я делаю я просто вот так прохожусь по периметру видите по периметру все время делаю кругляшок они отрастают а я все время режу муж кого-то смущают вот эти вот сухие трубочки но это потом все обрастется и вы не увидите но во всяком случае вот такая густая форма у этих питунь не все выглядит как я и говорила замечательно и хорошо вот смотрите здесь просто посмотрела как цветет ну красивый цветочек правда и и сделаю сейчас вот так и опять таки не дают свести все время подрезаю макушечки для того чтобы пустились еще больше теперь питуньи растут но необходимо вот тут подчищать весь низ до чтобы не было никакой гнили вот следующую можно рассмотреть вот смотрите как она хорошо распустилась но опять опять сделаю обрезку каким-то единичным штучкам вот это тоже это вот все питунья партнер кто-то спрашивал чего не показываете вот за одно и показываю что все время делаю прищипку и потом как только будет можно перееду в теплицу сразу ее посажу но уже большие объемы и вообще уже можно сажать хоть ну ладно постоянно место вот ведь какая она вся разная у кого-то такие листья у кого-то листья другие не такие жирные растут они все по-разному вот какая шикарная хоть черенки собирай мне черенки не нужны я семенных питунь их черенки не беру вот ну а прищипочку сделаю вот такая история ну вы сами видите как прищипка стимулирует развитие вот плотного и пышного куста без прищипки никакой ген мужской стерильности с этим не справится я об этом делала видео ну и черенки вегетативных питуньи еще растут в 200 грамм стаканчиках и уже много раз то опять таки здесь были сняты черенки для укоренения и вот смотрите какие они из себя 200 граммов стаканчиков вот любая прищипка все-таки нужно но здесь уже естественно не первое здесь уже третья прищипка но мы с вами сегодня сделали первую ну вы дорогие друзья всю прищипку я сделала надеюсь все понятно главное чтобы было не страшно я всегда говорю только начните резать знаете впадаешь прям в такую состояние что просто резал бы и резал не бойтесь прищипывайте но во всяком случае у меня позиции это даже не обсуждается это однозначно нужно прищипывать я даже не дают свести своим большим питуньям у них другая сейчас миссия дать мне посадочный материал если только некоторые не знаю как называются вот даю зацвести видите по одному бутончику это бы было больше но я обрежу и не дам а вот когда увижу один цветочек но подписывают тогда обрезаю все мне остался последний ящик черенков по обрезать и я с первой прищипкой справилась ну а дальше у нас пойдет следующая очередная подкормка ну и так далее а потом уже покажу в принципе тогда когда буду их переваливать готовить к отправке кому-то ну в общем работа еще с этим цветком много желаю вам успехов дорогие друзья в и в черенковании в прищипке и формирование ваших питунь их хочется потом чтоб они нас порадовали все всем до свидания желаю вам крепкого здоровья мирного неба над головой и несмотря ни на что подписывайтесь пожалуйста на канал нажимайте колокольчик в общем давайте быть активными выражайте нашу позицию украшать мир красотой и добротой тоже